Наборы первоклассников, канцелярия и принадлежности для творческих занятий. Ученики 6-го класса, 10-го Одинцовского лицея вместе с классным руководителем отправили ребятам из Донбасса. Товары закупили на деньги, которые лицеисты получили за первое место в конкурсе, организованном Мособлгазом. Огромное спасибо самой организации, Газакадемии, которая была организована Мособлгазом, за великолепно интересные конкурсы, которые ребята проходили, за столько всяких активностей. Мы делали проекты, ездили на познавательную урбанистику, ходили по городу, изучали его. Ездили на разные экскурсии. Это экскурсия в Атномир, там мы изучали народа Древней Руси. Делали интерактивные задания с другими школами и классами, и было очень интересно и весело. Когда ребятам сообщили, что они заняли первое место и им положен денежный приз, устроили голосование. На что потратить деньги. По условиям конкурса выбор не ограничен. Сумма может быть потрачена на любые цели. Но по инициативе классного руководителя большинством голосов приняли решение – помочь детям Донбасса. Они не причастны к войне. Они не виноваты в том, что случилось, и они не должны страдать из-за этого. Хочется помочь детям Донбасса, потому что у них нет ничего такого, ну, то, что у нас сейчас есть. Даже самого банального – вода, свет или газ. И очень мне их жалко, и очень обидно терять близких людей. Некоторые остаются с сиротами, без мамы, без папы, без дедушки, без бабушки. И очень хочется помочь, поддержать. Новогодние поздравительные послания детям Донбасса ребята положили в коробки с подарками, которые всем классом погрузили в машину. Руководитель окружного пункта сбора помощи Екатерина Скорикова доставит посылки адресатам как раз к Новому году. Я вас расскажу ребятам там, поэтому ждите. Я перед Новым годом должна туда поехать, ждите, я перешлю. Вот вашему руководителю это видео будете смотреть вместе. Запишем вам привет этих ребят. Я думаю, что им будет очень приятно. Они благодарны там любой помощи. Ольга Дмитриева, Юлия Михайлова, телекомпания Одинцова.